Всем привет! Артур, ну скажи, что у нас было в 2017 году? Что с SEO рынком происходит? Лихорадит? Прыгает? Биткоины? Майны? Все происходит? Ну, по поводу SEO рынка, то есть мы на самом деле же готовились чуть-чуть, да? Мы разделили немножко, значит, поиск и другие какие-то темы. По поводу поиска, ну что мы видели? На российском рынке активно очень себя вел Яндекс, активно себя вел Баден-Баден, Королев, фильтр за спамный контент. То есть все вот это происходило. Попытки мы наблюдаем сейчас ввести некий непрерывный индекс, да? То есть чтобы быстрее все, все наши работы, ну в общем как в Гугле, чтобы все это было. Вот, поэтому SEO рынок особо не лихорадил. Ну были какие-то всплески, там, да, с текстами, с новым алгоритмом. Были хорошие обновления веб-мастера, то есть там метрики под конец года они что сделали. То есть больше всех на российском рынке себя зарекомендовал Яндекс, активно, молодцы ребята. Вот Гугл тоже проходили какие-то апдейты, но они как-то для российского рынка прошли достаточно незаметно. Вот, чем мне запомнился прям год, я бы даже не сказал, ну вот несколькими всплесками. Вот можно вспомнить какие-то там события, ну я даже не знаю, есть ли как бы смысл. То есть прям мега чего-то такого революционного не произошло. То есть интересно было бы, кстати, вспомнить, может быть, в следующий раз взять предсказание на 2018 год и посмотреть, что... Отмотать, сейчас будем обмотывать назад. Тут будет стоять такой олень рогатый. И Дима. Ну Димы сегодня с нами нет, что делать. Вот, и посмотреть из того, что мы говорили, из того, что... Ну не только мы, посмотреть как бы статьи, что сбылось из того, что предсказывали на 2017 год. А что говорили? Говорили, скорее всего, о том, что будет усложняться SEO. Ну, особых сдвигов мы не увидели. Будет погружение в бизнес клиента. Каждый год это как бы говорят, продолжают говорить. Ну это понятно, что в ту сторону идем. Что еще говорили обычно про SEO? Ну все, смотри, Артур, получается так, что каждый SEO-шник уже становится не только там многостаночником ссылки, текста, там, вхождения, все остальное. Но он становится уже более таким узкоспециализированным. Он должен войти, как я называю это, обуть башмаки клиента, чтобы понимать вообще, ради чего все это происходит и что делается. Да, такой маркетолог, играющий на стороне клиента. А там уже все это вытекающее из этого. Ну, к сожалению, к сожалению, именно из-за этого и происходит некое размытие понятия маркетинг. Потому что все-таки SEO-специалист, который работает над проектом, у него одни задачи. Когда над проектом работает команда, вот как раз это и получается тот самый мифический маркетолог. Мифический. То есть менеджер проекта погружается туда, он как бы смотрит. Оптимизатор что-то делает, вебмастер делает свою работу, аналитик свою. То есть все, как бы, вот команда, она и получается тем внештатным маркетологом, за которые происходит работа. Сам SEO-шник, у него есть набор действий. Понятно, что он должен знать там не только, как ты сказал, вхождение. Он должен знать больше и аналитику, и немножко погружаться тоже больше делать, чем раньше. Но его работа, его зона ответственности, она одна. У менеджера проекта другая. У программиста и представленщика третья. Вот, то есть подмена понятий, она на самом деле на рынке происходит. Вот мы, почему говорю, знаю. Мы искали маркетолога. И продолжаем искать маркетолога. Приходят люди, ну я вот знаю SEO, я вот знаю контекст. Нам не нужен контекст, нам не нужен. Мы сами все это делаем. Что ты можешь мне сказать про KPI? Как ты будешь там, ну такие вот вопросы, есть пул вопросов. Они не знают этого. Начинают плавать. Они считают, что да, что маркетолог это такой SEO-шник со знаниями, там немножко аналитики, немножко контекста, немножко там таргета, немножко всего по чуть. И как бы вот это уже, ну маркетолог, нет, это подмена какая-то такая происходит. Подмена. Знаю я одного маркетолога, познакомились два года назад, когда Филипп Котлер приезжал в Москву. У нас там с ним общий обед был, он сидит с моей визиткой такой, довольный. Вот. Сейчас я даже маркетологу спрашиваю, а Филиппа Котлера-то знаете кто чего? А, ну как-то такой-то. Мельком, да? Мельком, да, непонятно что. Слушай, а не произойдет такая история, Артур, что ты говоришь, вот целая команда работает, это работает, а потом приходит Райкин. Помнишь, как в истории там костюм шит? Один краил, другой пришивал, пуговицы пришиты крепко, к пуговицам претензий нет, а носить невозможно. Ну, тут как бы смотри какая история. В чем-то есть доля правды. То есть, ну, глобально она как бы присутствует, и, наверное, это неизбежно где-то. На стыках могут быть какие-то шероховатости. Могут быть, но мы видим, что вот, ну, мы видим это не только в 2018 году, и будем видеть в 2018 году, видели в 2017, видели в 2016, и раньше. Это четкое разделение, инхаус и клиентское SEO, неважно там фрилансеры, компании. Вот инхаус обеспечивает вот без вот этих шероховатостей работу, но при этом не гарантирует результат. Ну, так же, как, в принципе, и, но работа с фрилансерами SEO-компаний, то есть, ну, теми, кто в рынке, теми, кто там занимается, кто в теме, шансов получить результат больше, ну, и шероховатостей шанс получить больше. И вот задача команды, про которую я говорил, и там все ее говорят, да, на рынке, задача команды сгладить вот эти шероховатости. Ну, вот, вплоть до того, что, я знаю, что кто-то даже приезжает, проводит время у клиента. Ну, безусловно, да, десант высаживается, и по-другому там. Да, но нужно понимать, что чек в этом случае, то есть, за 30 тысяч рублей никто не поедет, за 50 не поедет, и за 100 не поедет. 200 плюс будут рассматривать эти варианты, что да, действительно, раз в неделю будет приезжать там, project, возможно, с SEO-шником, возможно, с там, аналитиком, возможно, там, прям, ну, да, прям команда. Ты такими словами бросаешься, наши SEO-шники, веб-мастера понимают, о чем речь, и если клиент сидит сейчас, слушает, что за тарабарщина такая, как это все происходит. Внутри команды, да, работает. Вы мне дайте звонки клиентов, и больше мне ничего не интересует. Внутри команды работает, ну, по поводу звонков, клиентов, мы дадим, вы нам готовы за это платить? Да. Мы дадим, мы дадим, готовы платить? Мы дадим. Не готовы платить? Не ждите за то, что там, за небольшие деньги, кто-то, и идите в инхаус. Стоимость инхауса, ну, вот, был на кибермаркетинге доклад, Ксения Хаит, имя, жена Юра Хаита. Ну, хорошо, да. Если неправильное имя сказал, я извиняюсь, вот она рассказывала и посчитала там, что-то 150 плюс и больше. Наверное, не на кибер, а на Ашмановке. На Ашмановке. Видишь как, я Ашмановку уже года два-три не посещал. Все смешалось. Так, ну, на Ашмановке. Даже больше. Она посчитала, да? Даже больше. Но там, как бы, мы считали объективно, у нас стояла, как бы, задача отстоять позицию перед клиентом. Он спрашивал, ребят, что мне лучше? Ну, прямо, как бы, спрашивал, уйти в инхаус и сколько это будет стоить? Или, вот, как бы, остаться с вами и развивать дальше. Там такая была уже работа на стыке. Ему нужно развиваться, и там наши мощности могут позволить ему развиться только с увеличением чека. И он спрашивает, вот за эти деньги я смогу? Вот мы посчитали, и стоимость инхауса у нас минимальная с учетом покупки инструментов. У нас вот меньше, там, 120-130 вообще не получалось никак. За одного. Вот мы и крутили, и вертели. То есть, это вот минимум. А если работать обширнее, придется работать обширнее. Ну, надо этому же инхаусу посещать конференции, смотреть, чтобы не отстать от рынка. Мы брали медла, во-первых, считали, мы не считали, там, прям, с опытом, да, брали медла. Ну, то есть, крепкий середнячок. Брали базовый набор инструментов, брали рабочее место. Ну, то есть, цифру мы вот озвучили, 120 тысяч. А скажи, вот сейчас перекинем мостик такой, какие мероприятия тебе запомнили за этот год, 2017-й? Ну, там, Казань, не знаю, там, слишком ярко было. То есть, что больше всего запомнилось, и на что бы обратил внимание? Может быть, какие-то ты... Что из мероприятий вообще глобально? Ты знаешь, я сам прихожу на мероприятия, понятно, что там, если ты 2-3 фишки какие-то интересные услышал, увидел, это, блин, вообще просто космос. Ну, по поводу мероприятий, я в этом году не поехал на Балтику к Диме, в следующем планирую, ну, как минимум, как зритель, вот, а если будет что-то интересное рассказать, приеду, расскажу, ну, не знаю. Глобально на рынке прям особенно рассказывать нечего. Мы сейчас видим просто вот в этом году, там, в прошлом, в этом, некие вот повторения. Берут старую тему, которая просто потеряла актуальность, да, ее нужно возобновить. Проверяют, как она сейчас там работает, не работает, агрегируют немножко, как бы, темы и заново их транслируют. Переупаковывают. Это нормально, это неизбежно, я считаю, что это правильно, то есть, нужно возобновлять, что-то, о чем-то, как бы, рассказывать. Ну, некая вот эта вот ротация происходит, то есть, старая, как бы, тема, вроде бы, избитая, да, но она, вот, в новом свете приключается. Это, как бы, круто, в чем-то круто, если хороший, как бы, доклад, ну, вот, но рассказывать объективно, прям, вот, вау, прорыва нет. То есть, либо это какое-то проповедничество, знаешь, вот, мы работаем вот так, это круто, так работает, по-другому никак, но отмасштабировать в другом бизнесе, ну, или в другом человеке, то есть, другому подходит, может быть, нереально. Даже вот те курсы, которые мы ведем, я всем говорю, кто там, ребят, вот эта работа, вот есть методология, которую мы вам даем, есть, вот, механика той работы. И вот, как она идет, вот, в рамках нее вы не получите там ни фильтров, ничего, вы получите какой-то результат прогнозируемый, да, и что-то. Но попробуйте привнести что-то другое, нужно проанализировать, как по циклу работ пройдет. Вы допускаете через свой фильтр опыта и своей тематики. Потому что, да, у нас любая работа, то есть, кто-то там говорит на рынке, вау, эффект. Я верю, что, вот, верю, что в определенных, вот, механиках он, может быть, есть. Мы берем, мы, как делаем, мы берем несколько проектов, на них делаем, смотрим, то есть, строим несколько гипотез, их отрабатываем, смотрим. Если они отрабатывают, мы масштабируем на еще пул, и потом, если они отработали, еще на пул. А бы тестирование такое, да, про это проект? Там больше, на самом деле. Я понимаю, понимаю, да. Но от момента, вот, услышал вау-эффект, до момента внедрения на проект проходит, там, несколько месяцев. Ну, понятно. И далеко не все отрабатывает. Потому что я понимаю, что в механике там же очень много всего. Вот. Из того, что, значит, к Диме я не поехал, вот, по поводу того, что цикл, я сказал, цикл повторяется, это нормально. Появились свежие, очень клевые ребята, кто выступает, не буду говорить, думаю, что они уже на слуху, потихоньку, потихоньку уже они на слуху, о них как бы, они готовы. Да, я помню себя, там, с Димой, там, 5-6 лет назад, вот эта готовность, да, там, рвать, просто везде быть, как бы, ну, это круто. С того, где я был, ну, я вот не попал, к Диме не попал на Ашмановку, попал в Казань, блин, круто, в Казань. Казань, как всегда, на уровне. Казань, да, единственное, что немножко поджимают SEO. Интерес, вот, как глобальный интерес к SEO, вот, опять, из-за смещения в маркетинг, он теряется. Но при этом, может быть, это и круто SEOшникам, что интерес, как бы, смещается в сторону глобальности, опять появляются, простите меня, те, кто их задает, дурацкие вопросы. То есть, люди потеряли знания механики, теряют новые, которые приходят, они, вот, все маркетологи, все, там, пишем качественный контент, они не знают фильтров, они не знают механики работы, там, со ссылками. Я не говорю, что это тайно, это не тайно, все, в интернете есть, там, да, везде все есть, там, с технической оптимизацией они, да, не сталкивались. То есть, работа у SEO-специалиста не закончится, и вот, тренды все, вот, вот, в этом году, там, наказание, там, маленький зальчик на, там, сколько, 100 было человек, я не помню, маленький, то есть, вот, это была, как бы, там, все же история, он был забит. То есть, интереска вроде есть, но большинство сидело, там, слушало про блокчейн, ну, да, да, хорошо, кстати, эти темы мы сейчас чуть глубже затронем, мы с Николаем Хеврином в следующем выпуске, а подскажи, какие слова, вот, или термины появились, вот, именно в 2017 году, которые ты услышал, или же темы, которые спалили? Что, вот, полезно сказать нашим SEO-шникам? Самое известное слово, которое появилось в 2017, хайп. Хайп, да. Вообще хайп, и на волне хайпа, ну, конечно, блокчейн, то есть, реклама пошла в блокчейн, мы даже, вот, до, как бы, эфира обсуждали очень-очень интересные вещи, ну, просто, вот, люди придумывают и зарабатывают на этом деньги, да, там, из того, что рассказать и спалить, блин, и мы, вот, как исповедовали глобальный подход. Подход масштабный. Как его, как бы, исповедуем, вот, отключились из него ссылки, ну, в том масштабе, который они были, окей, просто это время перетянула, допустим, аналитика, там, или тексты, подрезали тексты, опять это время перераспределилось, там, в коммерческие факторы, в аналитику, опять же, да, там, в постаналитику, какие-то еще вещи, то есть, при глобальном подходе, ну, то есть, просто, вот, хотя бы иметь глобальный чек-лист, хотя бы общий, и потом, там, внутри него делать какие-то, там, ну, работы, ну, именно сфокусировавшись на них. Ну, именно глобальный подход, то есть, вот, мы проповедуем его, а, из того, что, вот, вот, сбывшаяся история прогноза, да, на 17-й год, мы об этом аккуратно говорили в конце 16-го, что вот теперь SEO, в принципе, может быть, в принципе, не особо SEO, то есть, можно просто делать качественные сайты. Так, ну-ну. И в 17-м году мы, вот, постепенно стали замечать, что действительно для некоторых ресурсов можно просто без SEO-шки поработать над их качеством, ну, глобально над качеством хостового, да, всего хоста, глобально над качеством страницы, над качеством контента, и они действительно, как бы, растут. Вот, а SEO-шка, вот, это некая, ну, вторичная история механика, да, которая, там, добавляет. И за счет этого появилась, вот, опять же, в глобальной вот этой вот механике, да, вот, в подходе появился блок о том, что нужно делать, ну, мы-то относим к анализу конкурентов, к коммерческим факторам, к аудиту содержания. Посмотреть окружение. Вот туда, да, то есть, ну, не только, как бы, окружение, а вообще глобальное. Мы-то, ну, относим к качеству вот туда, коммерческие факторы, аудит конкурентов, анализ конкурентов, аудит содержания того, что, как бы, вот, туда относим. Там появилось чуть больше объема, и в постаналитику добавилось тоже, то есть, если ресурс по каким-то причинам не показывает динамику роста, вот, то, как бы, вот. Так, Артур, давай мясо нам сюда, сеошники, вебмастера ждут. Я просто скажу, приведи три каких-то своих личных примера, вот, проект был, вы что-то сделали, там, с ним поколдовали, буквально такое, три самых эффективных приема, которые ты бы рекомендовал. Ну, я бы... То, что у тебя сработало там. Окей, окей, окей. Что сработало? Ну, то есть, было, докрутили, стало. Топ-1. Топ-1. Топ-1, ссылки. Ссылки. На полном серьезе, но не сеошные ссылки, топ-1 ссылки и гугл, да, вот, насколько влияет все-таки ссылочная стратегия. Я не говорю, что опять, опять, нету тайн, да, именно прирост ссылочной массы, именно прирост, как вот мы говорили, то есть, разнонаправленный, то есть, как сейчас можно. Ну, назови тематику, вот, сделали, там, не знаю, 5-10 ссылок таких каких-то, вот, прям вот. Красота, медицина, торговля, магазины. То есть, ты локальный, это локальный бизнес, я правильно понимаю? Это локальный бизнес, да. Ну, и что ты с ним делал? Ну, вот салон красоты, вот конкретный. Что ты там с ним сделал, и вот он у тебя взлетел? Вот, про салон могу отдельно рассказать чуть-чуть. Это отлично. Где? Не про локальный, ну, как бы, глобально обычные сайты, там, бизнесы в Москве, в Питере, в России. Локальный какой-то, да, районный. Закупка ссылок, то есть, особо, вот, ну, у нас есть механика по закупке. Так. Вот, у нас там есть естественные простановки, там, джентльменский набор мы называем еще. То есть, идет-идет, и вот есть момент, когда начинается, вот, в реализации ссылочной стратегии разнообразный прирост ссылочной массы. Вот, то есть, ну, это немножко крауда, хотя я вот не очень люблю эту историю, да, потому что крауд все равно это, как бы, спам какой-то происходит. Немножко бирж. Подожди, крауд, ты имеешь в виду, что просто на форуме кто-то спрашивает, где накрасить локти? Конечно, конечно, да. Секундочку, вот, например, для друзей, я лично ловил Андрея из Google, вот, прям ловил, вот, и спрашивал, вот, смотрите, вот, в форум спрашивают, где мне покрасить ногти женщине, вот, перед 31 января, 31 декабря. Я туда прихожу и говорю, ребята, вот у меня проверенная точка, вот так. Я говорю, вот это, хорошо, говорит, вот если вы так будете действовать, это все нормально. Они говорят, так действуешь ты, и еще 100-500 салонов по России. Ну, пусть действуют, ну, что делать. И этот ресурс превращается в спам. Спам-сигнал, чем больше этого будет, тем более спам-сигнал. Каждый ловит свою какую-то ветку в форуме и так далее. Или ты уже говоришь, что из органического? Есть механика поиска доноров для краудссылок. Я уверен, что не все ей пользуются, но многие ее знают. Да, то есть использование операторов, поиск в гугле. Посмотреть самые популярные доноры, которые ищутся там по тематичным запросам. Берут же основной запрос какой-то там, несколько, десятков, сот запросов. И их, просто, они заспамлены наглухо. Ну, понятно. И прирост ссылочной массы, исследования ссылочной стратегии, прям подталкивают сайты в гугле, которые по механике в Яндексе растут без ссылок. А в гугле они застревают. Ну, потому что надо, как бы, да. Они начинают подрастать. Это вот топ-1. И опять, я не призываю к покупке ссылок. Ссылочные бюджеты, они низки. То есть они реально там, по сравнению с парой или тройкой лет назад, они там настолько низки, насколько там никогда не были вообще. Вот. Но и видим, что без. То есть вот, если говорить про прорывность, это вот оно. Скажут там. Первое. Опять говорят, ссылки закупают. Номер два. Пали. Артурчик. Номер два. Блин, ну я уже... Давай про салон коротко расскажу. Давай про салон. Про салон. Ну, то есть это локальный какой-то бизнес, как... И он же будет номер два. Отлично. Глобально. Это, я уже успел сказать, работа с качеством сайта. Так. Вот глобально. Работа над сайтом, без SEOшки. Что, значит, салон красоты, локальный бизнес, две точки по Москве. SEOшка сделана, тайтлы прописаны, тексты сделаны, перелинковка. Ну, гигиеническая SEO выполнена минимально. Семантика внедрена, структура нахреначена. Там все, там куча страниц под услуг, где нужно было... Объединили кластры, все. Да, да, да. Нет трафика. Так. Нет трафика. Что делаем? И мы составили пул работ, который, по нашему мнению, нужен людям при посещении салона красоты. Ага. Настолько все банально. То есть, были ли там фотоработы? Да, были. Но мы решили, что теперь мы публикуем там каждую неделю там, не важно их, не их. Ну, в общем, фоторабот. Да. Везде много. Сделали отдельно фотогалерею, там программист привязал разделы. Назовем это системность, да? То есть, то, что люди идут и социальные сигналы, что все. Да, да. То есть, программист связал фотогалерею с нужными разделами. И там, то есть, мы транслируем фотогалерею, там, не мы, а копирайтер или кто-то там контент-менеджер. Да. И там сразу это все появляется. Раз. Два. Нормально выгрузили прайс. То есть, заходя везде, понятно, сколько ты потратишь денег. Угу. Фото салонов. Нормально пофоткали салоны. Нормально, как пройти, как дойти. Чистос кем языком описали. Вот вы можете пройти отсюда так, пешком. Вот фотография, как идти, вот так. Запустили акции. И рекомендовали бизнесу запустить акции не только внутри сайта, но и вне его. Социальные сети, всевозможные биглеоны, купоны и так далее. То есть, он начал мигать просто по многим. Дали немножко контекстной рекламы с точки зрения просто собрать трафика. Чуть-чуть очень дешевого трафика. Подтолкнуть. Да, но по нужным нам направлениям. Также дали таргет. Там еще было, там будет... Таргет локальный ты имеешь в виду? И локальный, и нет. Так, хорошо. То есть, из разряда локальный мы дали тем, кому нужно на районе. Да. А глобальный мы дали тем, кто ищет халяву. То есть, там, маникюр, шелак, 490 рублей. Халява. Да. Иди, вот расскажи промокод. Я не помню сейчас, что там такое было. Мужчины-сеошники не знают, что такое шелак. Поймайте себе одного клиента салон красоты. Будете разбираться вообще. Разбираться будет так, что... Проверено на себе. Даже на мне, хотя не я вел этот проект. Но не суть. Был пул работ. Могу сказать, как бы объективно, что такой пул работ мы не готовы делать всем клиентам. Ну, понятно. Да. Ну вот. Далеко не готовы. Но вы можете ретранслировать этот опыт просто на свой проект личный, либо клиентский. Что произошло? Так. Произошло постепенно, но скачка обратно. То есть, скачками рост с картинок сначала. Потом глобально пошел рост в поиске. С картинок, ты имеешь в виду с поиска по картинкам? По картинкам, да. Глобальный рост в поиске. Был скачок раз, скачок два, скачок три. Все запросы средне-низкочастотные зашли в топ. Почти все. По запросу салон красоты, салон красоты в Москве, что еще он прыгнул топ-5, провисел две недели и исчез. Все понятно. Там как бы просто не попали в интент. То есть, там людям не нужен салон красоты, ноунейм в топе. Ну, понятно. Там висит какой-то старый древний салон красоты, но висел на тот момент раз. Сеть какая-то известная. Ну, сетью сложно. И агрегаторы какие-то. Агрегаторы и обзорщики, типа Зуна, ну, афиши там Зуна и так далее. Но вплоть до этого, если он заходил, и вот он стал, мало того, что собирать трафик, он стал приносить какие-то реальные заказы. Сопоставимо ли это со стоимостью продвижения, честно скажу, наверное, нет. Но мы же говорим о результате. Результат, вот такой вау-эффект постепенный. После того, как SEO работает, то есть база SEO заложила, но эффекта там супер рост. А вот разносторонний такой рост, то есть именно работа над качественным проектом. Друзья, я бы назвал это тюнингование вашего сайта прямо вот именно глазами клиента. Отлично. Так, номер два прошли, номер три. Самая фишка. Неудача. Неудача? Вообще, у нас вот есть один проект, я за несколько лет, он, по-моему, вообще первый, он вообще не пошел. Мы сделали полный цикл. Сайт молодой? Сайт молодой. Полный цикл, сайт неплохой. Может, пока не отстоялся еще. Сайт неплохой, сайт вплоть до того, что мы делали переклейки даже. Там единственное, что там был куплен старый домен под него, и мы поднимали там архив в сторию, даже смотрели, там все в порядке. То есть там ничего, вообще ничего. То есть, ну, какой-то, нет, там свои там под 100 человек в день он получает, но как бы это не та ниша, где 100 человек в день это приемлемо. То есть там 500 плюс и вы вышли. Ну, то есть, ты хочешь сказать номер три по SEO, то, что даже если вы сделаете все правильно, может вообще не взлететь? Я вот раньше в это не верил прям активно. Я думал, что мы можем сделать вообще все. Волшебники. Вплоть до того, что, ну, на самом деле можем. То есть, если бы нам дали денег, мы бы купили другой домен, и ему просто бы в топе, да, ему как бы, он был бы в топе. Вот, ну, вот просто вот, как бы история, как когда мы, вплоть до там, мы до собрания рабочих групп, выделения старшего специалиста, из польского, мы заказывали сторонние аудиты. Ну, понятно. То есть, просто вплоть до того, что мы заказы просто вот тратили, нам было интересно, и до сих пор мы не понимаем. То есть, единственное, что сейчас вот осталось, проект как бы еще с нами, но вот я так понимаю, что вот, 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 вот его. На грани. Да, то есть, он где-то там полгода плюс как бы с нами полностью переделать проект. Ну, бывает и так, может быть. Но это как бы вложение там другого уровня, и вот тут прям вот понимание того вообще ничего. Понятно. Ладно, Артур, давай поставим точку. У меня к тебе два финальных вопроса. Любимый вопрос, мы с Сергеем, с Моровозом, большой привет, Серега. Традиционный вопрос про SEO-фотки, ну, так называемый визуальный контент. Я же вот про слово сказал. Совершенно верно, правильно. Но вот я немножко по-другому перефразирую, зайду с другой стороны. То есть, сделать так, что фото, это и фото, и видео, повлиять на доверие. То есть, вот при всех прочих равных, вот сайты приблизительно одинаковые. При прочих равных будет плюсами. Может быть, например, вот визуальный контент, но я бы сюда добавил, вот ты как раз хорошо говорил про маркетинг, про такое, как бы, вхождение в бизнес клиента. Я бы здесь поставил на первое место еще и, как бы, ну, какое-то очеловечивание. То есть, вот сайтов много, а если вы выставляете либо говорящую голову, либо какого-то человека, который, ну, можно отождествлять с этим сайтом, тогда уже идет доверие. Но мы в разрезе SEO, я имею в виду, ты фотографии добавляешь, видео, то есть, визуальный контент, который… В разрезе SEO очень много факторов, которые повлияют. Глобально, вот мы возьмем два ресурса одинаковых, все у них одинаково. Ну, вот такое не бывает, ну, представим. И вот у одного, как бы, как ты говоришь, там, очловеченные фотки, более живые, нафотканные, там, профессионалом, видеоконтент, этот ресурс выиграет у того, где фотки украдены, ну, или там скопированы. Однозначно выиграет, но если там только было вложено, там, фотосессию, там, да, много денег, но не вложено в ресурс сайта, да, во все остальное. Безусловно. Это сайт с фотосессией без других, ну, работа, он проиграет. То есть, мы влияем эти, вот, фото и контент, он, видеоконтент, фотоконтент, он влияет на массу факторов. То есть, да, как бы, в каждом по чуть-чуть будет плюсом, да, естественно. Ну, а если вот как блогеры у нас традиционно, они внизу вставляют там какой-то видеоролик смешной и что-то такое, там, человек просто залипает, раз, там, для инфоконтента, это, безусловно, полезно. Есть, как бы, кейсы, где в коммерческих сайтах вставляют видеоролик, там, смешной, не смешной, обзор не срабатывает. Ну, и последний вопрос задавал уже до эфира. Мое мнение, я вот очень активно продвигаю диафан, CMS-ку, вот, у меня есть клиентские сайты по SEO, которые введем. Я потом разбираюсь, как это все работает и запускаю, в принципе, свой проект именно по этой же тематике, только уже развиваю его так, как считаю нужным. Как ты считаешь, должны ли иметь SEO-шники частные или командные свои проекты, может быть, даже в той же самой тематике, которые вот они развивают клиентские, которые можно развить, как хочешь, а потом уже либо сдавать в аренду, там, и так далее. Я вот это знаю, вопрос к тебе. Ну, не будем про сателлиты и PBN, ну, то есть, это отдельная история. Именно свои проекты, ну, мы в 17-м году начали пилить, там, несколько своих проектов, там, один из них такой основной, пилотный. Блин, как это непросто, я тоже успел об этом сказать, как это непросто, насколько время вложения, труда вложения, в общем, так, если у вас есть время, занимайтесь обязательно. То есть, понятно, что нужно выбрать нишу, да, там, удобно. Я бы поставил вопрос еще ниже, который у тебя самого лежит душа, тогда это легче. Да, ну, или ты видишь, то есть, ты работаешь, там, сайтом, как бы, клиент, это может быть не совсем, как бы, ну, корректно, но ты видишь, как бы, да, там, хорошо или плохо. И построить, там, такой же сайт, ну, не знаю, хорошо, как бы, сейчас многие пилят агрегаторы, да, там, всего. Если есть время, сила и желание, это в том числе такое саморазвитие, как процессов работы, так и понимание, как все устроено со стороны клиента, так и, вот, разработка SEO, как это, вот, как ты сам готовишь. Там уже и бизнесовая составляющая встраивается. Ну, вот, все это, я, в общем, за, за, что нужно это делать. Отлично, отлично, отлично. Тогда смотри, просто я к чему говорю, те же самые клиенты, которых ты SEO-шишь, ты отсюда даешь лиды, даже вот просто за лиды, которые приводят к продаже, появляется денежка в тебя, и клиент тебе так же становится. Ну, смотри, именно по клиентам мы, вот, именно прям по клиентам мы не делаем, то есть, я не знаю, как это, я скажу, я считаю, что это немного, чуть-чуть именно по клиентам делать, немного все-таки неэтично, чуть-чуть, именно вот один в один сайт. Нет, один в один зачем? А вот, например, там, если у тебя, там, пять клиентов по недвижке, и у тебя есть куча времени, желание сделать какой-нибудь, там, очередной агрегатор, Пусть он не собирает столько трафика, сколько вот мощные, да, но собирает, допустим, там, тысячу в день, там, несколько тысяч в день, и генерирует несколько лидов. Все, почему нет, да, но именно прям копировать сайт клиента, я бы, наверное... Нет, вопрос не про копировать. Нет, я, ну, условно, бизнес-бизнес, там, да, продажа апельсинов, продажа апельсинов, да, то есть, ну, вот, так бы, считаю, немножко неэтично, потому что ты все-таки знаешь немножко подноготную уже, это, как бы, не совсем, то есть, тебе клиент платит не за то, чтобы ты скопировал его, как бы, вот, Но продажа апельсинов и сделать агрегатор магазинов фруктов, как бы, ну, да. Да, работает. Ну, что, друзья, сейчас сделаем перерыв, подвели небольшие итоги 2017 года. Артур, что ждет нас все-таки в 2018, традиционно, ну, как без этого? Надо просто угадать, что мы говорили год назад. Значит, что нас ждет в следующем году? Ну, во-первых, усложнение процессов. Однозначно, цикл становится сложнее. Работ больше, мы ждем, как бы, большего погружения в бизнес-клиенты, да, ждем же, ждем. Каждый год его ждем. Безусловно. Ждем, что SEO умрет, ну, каждый год хороним. Ну, SEO, может, и умрет, а оно более широким, по-другому же называется. Ну, каждый год хороним же SEO. Да. Каждый год хоронили SEO, два баяна, да, порвали. Объективно, что значит? Усложнение процессов, еще раз, то есть, SEO-механика, она остается, там, разрастается, где-то изменяется, это нормально. А усложнение процессов за счет объема работ, ну, то, что мы вот как раз и обсуждали, погружение в бизнес, работа с качеством, ну, короче, вот это. Уход в комплекс, то есть, приходит клиент, и все чаще и чаще, но это потребность бизнеса, она логична, и особенно в Москве, там, дайте мне клиентов, дайте мне клиентов, и это комплекс, да. Дайте мне часть вашего бизнеса, и я вам дам клиента. Ну, я как бы условно говоря, да, то есть, понятно, что можно договориться, окей, там, что клиенты это лиды, лиды это трафик, трафик это позиции, условно, вот, и в цепочке сказать, вот, позиции стоит, это самое дешевое, трафик это, там, ну, подороже, там, да, там, лиды еще подороже, а клиенты, мы там, вообще за это браться не будем, это ваш бизнес, вот. Ну, вот, в этой, как бы, цепочке можно что-то выбрать, там, к чему-то стремиться, но с комплексом работ, и мы это видим, и запросы на комплекс больше, то есть, не только SEO, контекст, SMM, вот SMM мы обсуждали, это вообще, там, темный лес, ну, не суть, да, контекст, SMM, поддержка, ну, я условно, да, поддержка, то есть, все в одни руки, и если эти руки хорошие, то, как бы. Боюсь, боюсь, мы тут не попадем никак, хороших специалистов по контексту, по SEO, там, и еще так вот, это уже такой универсал. Это желание бизнеса идти, ну, может быть, я не говорю, что в одни руки, но к одному подрядчику, все отдавать в руки подряда, чтобы у него был, допустим, менеджер, там, с которым он может встретиться и попить кофе, или пообщаться, а менеджер уже рулит всем остальным. Я бы добавил сюда еще, добавлю по Артуру, значит, здесь, во-первых, совет от меня, взаимоотношение у вас с клиентом, с бизнесом должно строиться на нескольких уровнях. Вы владелец агентства, вы общаетесь с владельцем бизнеса, менеджер аккаунт, работает там с каким-то менеджером средним, там, есть еще более низкое звено, и вы можете вот как раз-таки взаимодействовать, то есть на трех уровнях. Причем, смотрите, есть элементы, когда не только SEO работает, найдите партнеров, кто обслуживает целевую аудиторию, которую покупают у вашего клиента, найдите общие точки взаимоотношений, и если это не конкурентные товары, вы можете просто друг другу вот так вот кросс-продажи делать, осуществлять, вплоть до того, что просто ссылки туда гонять. Это все работает. Дальше, по соцсетям тем же самым, даже социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники сильно развиваются, вот ответ Артуру на вопрос по СММ, там фотография, которая не уникальная, которая размещена там, не знаю, там в 70 тысяч пабликах, и уникальная фотография, которая у тебя, ты сам сделал, выложил ее, и текст, который ты не скопировал, он написал сам, он начинается уже алгоритмами поиска тех же самых ВКонтакте, ранжируется по-другому, и они тебе дают преференции. Делайте вкусно, хорошо, и в первую очередь подумайте о целевой аудитории, для кого вы это делаете. Вот, например, фотографы, у меня вот свитер там очень теплый, хороший, но я являюсь и фотографом, и сеошником, я все прекрасно понимаю. Ну, например, вот в таком свитере, вот рисую ситуацию, есть фотостудия, которая фотографирует елки, а есть другая фотостудия, которая немножко подумала про заказчика. Закупила вот таких вот несколько свитеров, и одели семью, маму, папу, двое детей в одинаковые свитера. Картинка получается в три раза разных. Здесь еще можно на свитерах, на фотосессии заработать в полтора, в два раза больше, причем молва по тебе пойдет буквально вот, ну, разлетится, тебя вот начнут рекомендовать, рекомендовать. Вот вам реальный пример, который работает. Вот, выбрали вы себе целевой аудитории фотографов, вот на них сконцентрировались, давайте им тот контент, который им важен. Мы с тобой забыли немножко, вот Артур, вот давай все-таки буквально минутку. Блогеры, лидеры мнений. Вот тот локомотив, я видел вживую трансформатора, Диму Портнягина, просто мега-человек. Я не просто видел, я видел результат, который достигается. Рядом со мной стоят миллиардеры наши, там, владелец Купивип, Оскар Хартман, там, владелец, там, этих накровных материалов, забыл, как зовут его, миллиардер тоже. Вот, к ним просто приехал трансформатор Дима Портнягин, провел с ними один день, поснимал, пообщался, и я слышу отзывы, то есть он их укусил вирусом предпринимателей, и они уже не просто, скажем, зарабатывают какой-то бизнес, там, на своих, там, Купивип, дорогих одеждах, брендов, они уже начинают формировать новое движение предпринимателей, воспитывать, выращивать, чтобы они шли. Вот что может сделать всего лишь один человек, который вот, ну, попадает туда, куда надо. Ну, блогеры, лидеры мнений, если мы опять в свете SEO, они могут принести тот трафик, который может помочь сайту. Правильно, у нас такая же история, недвижка, я закупаю пост у блогера в ЖЖ, я знаю, я знаю, что я у него сам заказал, заплатил ему денег, потом он пишет про жилищный комплекс какой-то, фотографии, он сам приехал, сфотографировал, ставит ссылку, там, не знаю, там, однокомнатная квартира Красногорск, там, от застройщика, да, у нас сайт был там на 18 месте, я прочитал этот пост, пост такой вкусный, Артур, ты не поверишь, я уже побежал завязывать шнурки, ехать смотреть эту квартиру, которая вот рекламна была, но это сделано так вкусно, и стоит жирная ссылка на наш сайт. Было ли на 18 месте, попали на третье место в Яндексе и Гугле? По поводу ЖК, я вообще, это боль, это боль, которая в поисковой выдаче, то есть ты, если ты можешь подняться выше, ты поднимешь, то есть там, там, среди ЖК в Красногорске, да, среди ЖК там твой поднимется выше, но если в топ-50 это не агрегаторы, хоть там блогер, хоть не блогер, это боль, это боль, это боль, 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 боль. Ладно, будем бороться, ну, у нас, кстати, и на твою боль есть уже кое-какое решение, мы запускаем буквально в феврале там свои проекты, свои агрегаторы именно по недвижке, если будут у тебя клиенты, обращайся, там уже и фото, и аэросъемка, и все остальное. По трафику, то пригоните, а мы по трафику решим. Ну что, друзья, перерыв, рады с вами, хочу поздравить вас с наступающим 2018 годом, чтобы было все вот так, Мегаиндекс ТВ, Юрий Михайлович, Артур Латыпов, с вами, привет!